По существу только сегодня в Хабаровске наступило настоящее лето, да? Да, с мошкарой, со всеми вот этими прелестами. Хотя мошкарай еще до этого была. Ну, я думаю, что в ближайшее время надо вот побольше летних тем, и сегодня будет самая летняя из возможных тем, это лето, дети, велосипеды. И вот в детстве же тоже лето, наверное, велосипеды. Я очень любил велосипеды, но потом мне родители почему-то решили на 30 лет подарить велосипед, и я на нем один раз проехался, поставил на балконе, и все. И сегодня у нас в гостях Любовь Янковская, тренер по велосипедному спорту, ну, и еще и даже самозанятый, который небольшой бизнес. Совершенно верно, да. Кстати, а вы сами как научились кататься в детстве? Я научилась через боль и страдания. Меня учила мама. Специально перед эфиром я ей позвонила, спросила, как это все происходило. Она попросила описать эмоции, которые она испытывала. Она говорит, было очень много падений, потому что в то время не было ни интернета, как это все можно было делать, не было тренеров, которые бы могли подсказать. Ну и самое главное, не было оборудования специального, да, на локотниках. Ну, возможно, можно было бы что-то придумать, чем защититься, но там об этом особо не думали. Я помню, как происходило. Меня папа учил, я вот эту боль запомнил. У меня вообще создалось впечатление, что если не упадешь достаточное количество раз, не научишься кататься, да? Нет, это в корне неверное утверждение. Мне кажется, мы уже это пережили все. Наоборот, когда обучаешься кататься, если пару раз упадешь, то дальше совсем не захочется. То есть как раз тут самая главная задача сделать так, чтобы не падать. Сделать обучение безопасным и приятным. А в каком возрасте нужно как раз учиться? Потому что я понимаю, что там дети на трехколесных где-то гоняют, там вообще не упадешь. Но тем не менее, когда стоит обучать, чтобы привить вот эту любовь к велосипедному? Ну, самое главное, это желание ребенка. Но, вот, например, самая младшая моя ученица ей 3,5 года. Конечно, там большой вклад мамы, которая еще дополнительно с ней дома занималась, но тем не менее, с 3,5-летнего возраста уже можно вполне держать равновесие на велосипеде и ехать. Конечно же, под присмотром родителей, но тем не менее. А вот это умение, оно навсегда вырабатывается? Да. Один раз научившись на велосипеде, это на всю жизнь. Ты когда последний раз ездил? 30 лет. Когда мне подарили велосипед, собственно, тогда я и катался. А я даже не помню, сколько десятков лет. Слушай, ну ты знаешь, у меня папа, моему 70, ему подарили велосипед как раз на день рождения. Ничего, он говорит, я вспоминаю как раз. То есть можно кататься практически в любом возрасте? Нужно кататься в любом возрасте. Это считается самой безопасной нагрузкой. Потому что минимальное количество ударных движений на позвоночник. А, ну кстати, да, это действительно. А вот если мы начинаем кататься во взрослом возрасте, с каких расстояний начинать? Там ведь некоторые же сразу километров 30 проедут, да, а потом у них отваливаются все мышцы, про существование которых они даже не догадывались. Вот здесь как входить в этот график? Все смотрим по самочувствию, но я точно помню из какого-то журнала, что достаточно взрослому человеку 15 минут в день для поддержания хорошего самочувствия, состояния, 15 минут на велосипеде. А как вообще дети к вам сами приходят, либо их родители приводят? В зависимости от возраста. Чаще, конечно же, приводят родители, но бывает, что ребенок в 12-летнем, например, возрасте приходит самостоятельно. Но обязательно мы поддерживаем связь с родителями, знакомимся, коммуницируем. Без этого нельзя абсолютно. Маленькие детки дошколята обязательно с родителями и обязательно на тренировках тоже родители присутствуют. Ну, знаете, я своему сыну купил несколько лет назад так называемый BMX, да, вот этот, на котором они скачут, прыгают, ездят по периодам. Ну, я, насколько понимаю, он пока еще не научился, к счастью, ездить по периодам. Да, слава богу. Я так смотрю, и, честно говоря, мне страшно становится. А вы тренируете только просто поездкам на велосипеде, да, или там каким-то скоростным? Они же тоже очень разные бывают, или в том числе и трюковыми? Нет, трюковыми мы не занимаемся, это отдельная специализация. Там велосипеды совсем другие, да? У нас есть, да, у нас есть минимальные какие-то координационные упражнения. Слезть на ходу с велосипеда, залезть на ходу, езда без рук. Но именно прыжки, такого мы не практикуем, это отдельное направление. Ну, в принципе, вы учите летнему времяпрепровождению, да? Да, ну, потому что ребенок летом, ну, я мечтал всегда о велосипеде, когда у меня не было. Потом я вырос и из маленького, мечтал, что мне подарят более крупные, но не подарили. В итоге ты ездишь за рулем машины, да? Да, в результате да. Да, но если говорить о том, где проводить занятия, у нас же в Хабаровске очень большие проблемы с велодорожками, вообще с инфраструктурой. А где можно ездить? На тренировках мы стараемся выбрать локации, где как раз удобно это делать, без лишних лестниц и бордюров. Самый подходящий парк Динамо, пруды. Старшие ребята у нас выезжают на шоссе, на специализированных шоссейных велосипедах, с машиной сопровождения тренируются за городом. А так, я знаю, что у нас есть велодорожка на бульваре, есть велодорожка на набережной. Очень хорошая, кстати, но у нас, к сожалению, нет культуры велодорожек. Ну да, там обычно по ней гуляют мамы с колясками, в общем, и там очень сложно. Ну, что касается культуры, давайте будем откровенны. У нас и культуры цивилизованного вождения велосипедов, на мой взгляд, нет. Потому что абсолютное большинство велосипедистов не соблюдает правила. Согласна? Соглашусь. Любители часто, бывает, пренебрегают этим правилам. Но мы, деток, стараемся учить обязательно. Вы учите, да? Конечно, да. В зависимости от того, в какой локации мы занимаемся, все правила прививаем. Те, кто выезжают на шоссе, они нам сдают правила дорожного движения. Конечно, не так, как в автошколах, но, тем не менее, они их знают. Те, кто тренируется у нас в парке, обязательно знают, как переходить пешеходные переходы, как выезжать правильно на дорожку, кого где пропустить. Давайте еще раз во всеуслышание скажем. Подъезжая к пешеходному переходу, надо обязательно слезть. Обязательно слезть с велосипеда, 100%. Ну, потому что, если вы поедете на велосипеде, ну, к примеру, там будет нерегулируемый пешеходный переход, а водитель может просто не успеть среагировать. Ну, да. Я уже не говорю про то, что вы других пешеходов забиваете. Ну, да, это прописные истины, просто люди про них забывают очень часто. Давайте возьмем вот среднего человека, да, там лет 35-40, который когда-то в детстве катался на велосипеде, сейчас понимает, что нужно как-то восстанавливаться, приходить в форму, где-то от пузика избавляться. И вот он решает, значит, купить себе велосипед. А на какой велосипед обратить внимание? Потому что их огромное количество. И вообще, с чего нужно начать? Во-первых, велосипед должен быть по росту. Куда? Это самое главное. Я не знал, кстати. Ну, мы в детстве катались под рамой. Мы в детстве катались то, что было, вот на том и катались. А сейчас огромный выбор. Это, безусловно, плюс. Обязательно, если выбираете велосипед для города, должны быть два тормоза на руле 100%. Колеса толстые с протектором, чтобы можно было в случае наезда на камень или какое-то острое препятствие не проколоть колесо. И переключение передач. Это огромный помощник. У нас весь город стоит на холмах. Поэтому, чтобы не тащить его с собой, можно в любую горку заехать, если есть переключение передач. Сейчас велосипеды стали очень популярны. Но с ними могут поссорить только самокаты. Кстати, вот водителей самокатов в качестве конкурентов не рассматривают. Это опасность. Это не конкуренты. Это как сноуборд и лыжи. Они между собой не могут как-то там определиться. У них негласная конкуренция. А вот если говорить о велосипедистах и самокатчиков, есть такое? Нет. Мне кажется, нет. Но лично я не сталкивалась с таким, чтобы кто-то приходил и говорил, да, я лучше пойду на самокате покатаюсь. Абсолютно разная нагрузка. Абсолютно. Меняется ли отношение к велосипедистам? Вы не замечаете? Мне кажется, что... Ну, больше всего, конечно, ненавидят водители самокатов. Но велосипедистам вместе с ними тоже достаются. Великих обычно более-менее ничего ездят. Я так вот замечаю. Но даже если по дороге, они хотя бы показывают, куда поворачиваться. Ну, нам каждый день присылают какой-нибудь ролик. Ну, как правило, три ролика про водителя и самокатов, а один ролик про велосипедиста, который нарушает правила. Ну, на велосипеде же хочется проехать побыстрее. И часто люди, которые не обучены этому, стараются это сделать где угодно и даже в небезопасных местах, к сожалению. Наверное, поэтому и происходят такие ситуации. А еще я заметил, что зимой стали ездить на велосипедах. Но там специальная конструкция, видимо, да? Ну, не конструкция. Есть велосипеды, которые называются фэтбайки. У них такие толстые очень колеса. На них, да, можно спокойно передвигаться по снегу. Ну, мне кажется, там тоже спокойно. Вообще подготовленным надо быть физически, потому что это ветер, это холод. На желание и экипировка. Вот это самое главное. Вообще экипировка, вот если мы тоже решили заняться велосипедными какими-то прогулками, да, скорее просто фитнес, так скажем. Я просто знаю, что в роликах есть фитнес, есть там фрирайд, да. Вот говорите, если о фитнесе. Какую экипировку еще нужно покупать? В первую очередь шлем. 100%. Голова у нас одна, ее нужно беречь и защищать. На локотнике, на коленнике это по желанию. Если это добавляет человеку уверенности, то, конечно же, рекомендуем приобрести. В принципе, все основное. А светоотражатели какие-то? Ну, если катаетесь в темное время суток где-нибудь, туда можно приобрести, фонарик можно приобрести. Но я рекомендую не кататься в темное время суток, избегать все-таки стараться. Ну, на ваш взгляд, за велосипедами будущее? Всегда. Всегда. Это полезно. И если соблюдать правила, это безопасно. Ну, и последнее. Если у кого-то возникнут вопросы, они же могут вам в телеграм-канал написать? Конечно. Есть телеграм-канал, куда мы анонсируем все наши события. Видео с тренировок, соревнований. Всегда рады. У нас круглогодичные занятия и круглогодичный набор детей. Спасибо. В общем, желаем всем приятного лета и безопасной езды на велосипедах. У нас гостя была Любовь Янковская, тренер по велосипедному спорту. Спасибо.